7 миллиардов рублей должны жители республики за коммунальные услуги. Эту цифру на заседании правительства региона сегодня обнародовал руководитель комитета ЖКХ Игорь Смирнов. Увеличить собираемость платежей – главная задача для муниципальных властей перед началом следующего отопительного сезона. Репортаж Светланы Некрасовой. 52 километра тепловых сетей, 54 водопроводных. Перед новым отопительным сезоном коммунальщики будут ремонтировать все, что получится. Только вот цифры эти, пусть и внушительные на первый взгляд, так называемую динамику старения сетей уже вряд ли изменят. Большая часть аварий в этом году – прямое следствие обветшания. В прошлом сезоне технологических инцидентов на объектах теплоснабжения и теплопередачи было 61. В этом отмечено 90 случаев, рост 43%. В целом анализ ситуации показывает, что большинство технологических сбоев, 82 случая, произошло из-за изношенности сетей и оборудования. В 8 случаях зафиксировано нарушение технологической дисциплины и правил эксплуатации тепловых установок и сетей. Зеленоборск, небольшой поселок под Печорой, сегодня буквально балансирует на грани. Единственную котельную хозяева нефтяники поставили на ремонт. Новую, модульную муниципальные власти никак не могут запустить. Нет проектно-сметной документации, нет разрешения технодзора, да и самой котельной пока тоже нет. Но возвести ее, говорят чиновники, дело нехитрое, было бы добро получено. На прямой вопрос Владимира Тукмакова, будет ли готова котельная к отопительному сезону, ответили честно. Вряд ли. Думаю, мы сегодня с Геннадием Викторовичем оглядываемся на строительные магистральные нефтепроводы, чтобы в следующий год также подстраховаться и заключить договор на теплообеспечение с их стороны. К отопительному сезону, я боюсь, с тем регламентом, это проектные работы, дальше экспертиза, потом конкурсные процедуры по пуску и наладку, мы просто уже чисто процессуально не входим. Задача стоит, поэтому у нас сейчас договорится со строительными монтажными нефтепроводами запуститься при их поддержке, а эти работы мы совместно с Коми тепловой компанией, так или иначе, как задачи позиционируем довести. По срокам я, к сожалению, вот сейчас сказать не смогу. Заявленные объемы ремонта теплосетей Вячеслав Гайзер попросил обосновать. Мы их ремонтируем каждый год, заявил он, а статистика упрямо говорит совершенно другое. Рост потери теплоэнергии от общего отпуска, хотя мы вроде каждый год меняем, меняем эти сети, он только растет. Если в 2010 году он там 10% в среднем составлял, то по прошлому году уже 14,3%. В среднем рост по 1% в год. Это что мы так меняем, если в результате у нас общие теплопотери только растут. Так мы с вами никаких денег не напасемся. Еще одна тема, по которой муниципальным главам нужно работать эффективнее – долги за коммуналку. 7 миллиардов долга у населения – цифра пугающая, и к осени она обязательно должна стать меньше. Светлана Некрасова, Максим Васильев, Павел Фетисов. События дня.